В зоне противостояния. Результаты референдума в Иракском Курдистане могут привести к войне. Руководство Ирака намерено вернуть власть во всех районах автономии. Парламент уже одобрил отправку войск в провинцию курдов в Киркук. Из региона планируют выгнать военизированные отряды пешмерги. Военным также поручено отобрать у курдов все нефтяные месторождения. Кроме этого, Багдад активно пытается отрезать Курдистан от внешнего мира. В Эрбиле закрыты все иностранные дипломатические представительства. От курдов требуют передать под контроль властей аэропорты. Но это распоряжение руководство автономии отказалось выполнять. Багдад призвал иностранные компании приостановить полеты в регион. Иракский Курдистан готов ответить на действия официальных властей. Прокомментировал представитель Демократической партии Иракского Курдистана Хашави Бабакр. Мы не готовы на войну, но если нас виноват, то, конечно, у Курдистана достаточно силы есть, энтузиаст есть, они готовы на защиту. Не только армия, состоящая от 200 тысяч человек, а еще само гражданское население. Референдум о независимости прошел 25 сентября. 92,7% проголосовали за отделение от Ирака. Багдад такого сценария допустить не может. Курский Киркук – центр нефтяной промышленности всей страны. Кроме того, независимости сразу же попросят курды Ирана, Сирии и Турции. К чему это может привести, рассказывает доцент РГГУ, кандидат исторических наук Сергей Серегичев. Ну, тот Ближний Восток, который мы знаем, мы просто его потеряем за неделю. Потому что сразу же начнутся открытые движения в Иране, где миллионы курдов в Сирии. И мы и так знаем, и Турция. И, соответственно, проблема ИГИЛ нам просто покажется, ну, не знаю, детской шалостью. Премьер Ирака призвал автономию отменить результаты голосования. Пока этого не произойдет, Багдад не будет общаться с курдами. А курдских чиновников ждет судебное преследование. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok